Друзья, приветствую! В эфире телерадио компания «Вектор» – клуб увлеченных мам, в котором мы рады видеть мамы, папы, малышей всех возрастов. В этом выпуске нашей программы мы решили поделиться с вами советами по выбору автомобильного кресла. Кроме того, мы расскажем, когда в этом году будет происходить распределение путевок в детские сады и подкинем вам идеи для празднования детского дня рождения. Итак, смотрите сегодня. Первый в жизни документ. Оформляем документы на новорожденного. Место есть, когда в этом году будут распределять путевки в детские сады. Береженого кресла сбережет. Выбираем автомобильное кресло. Праздник для принцессы. Годик Ксюши Митюковой. Рождение ребенка – это счастливое событие в жизни каждого родителя. Но следует сказать, что с появлением насветного человека возникает необходимость в оформлении целого пакета документов. Ведь малыш – такой же полноправный гражданин нашей страны, как и мы с вами. Стоит отметить, что список документов для маленького гражданина столь же большой, как и для взрослого человека. В нашем следующем материале мы расскажем вам о том, какие документы необходимо оформить сразу же после рождения вашего ребенка. По сути, первый документ на новорожденного мать получает в родильном доме, и это справка о рождении. В ней содержится основное сведение о малыше, его пол, дата и время появления на свет, город, регион и сведения о роддоме. Данный документ необходим для оформления свидетельства о рождении ребенка. Для получения свидетельства нужно в течение 30 дней с момента появления на свет малыша обратиться в ближайший ЗАГС. Госпошлина за данный документ не взымается. Чтобы зарегистрировать ребенка, родители либо мама или папа обращаются к нам в отдел ЗАГС, предоставив пакет документов. Это, в первую очередь, документы, удостоверяющие личность, паспорта, то есть, далее, медицинское свидетельство о рождении, выдаются, как правило, в роддоме, и документы, необходимые для внесения сведений о в отце ребенка. Это, если родители состоят в браке, то свидетельство о заключении брака. Если родители в браке не состоят, но хотят, чтобы отец ребенка был вписан, то, значит, производится одновременная регистрация и установление отцовства. Далее, если мама одинокая, не хочет вносить сведения об отце, то, значит, регистрирует ребенка как одинокая мать. В следующем списке документов значится медицинский полис. Для его получения родители должны обратиться в страховую компанию и предоставить паспорт родителя или законного представителя, а также свидетельство о рождении малыша. При подаче заявления на руки выдается временное свидетельство, с которым уже гражданин может обращаться в клинику, в полной мере получаются медицинские услуги. Временное свидетельство выдается на основании того, что сам основной полис изготавливается в Москве в течение 30 рабочих дней. Для обмена временного полиса на постоянной в страховой компании потребуют снил с ребенка. Если у нас, например, новорожденные здесь родились и свидетельство о рождении выдавали именно в Губкинском ЗАГСе, тогда автоматом попадает сведение к нам, то есть через отделение ЗАГСа в Салихарде. Салихард ЗАГС передает в отделение пенсионного фонда и уже пенсионный фонд передает нам через электронный документ оборот эти файлы. Если по какой-то причине свидетельство СНИЛС выпущено не было, родители могут обратиться в отделение пенсионного фонда и, предоставив свидетельство о рождении, в тот же день получить страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка. Страховое свидетельство нужно ребенку для того, чтобы получить страховое медицинское свидетельство, то есть в больницу нужно для того, чтобы пойти куда-то на прием к врачу, обратиться. Ну и в дальнейшем, например, участвует ребенок в соревнованиях куда-то, начисляет туда взносы также. Следующий шаг – прописка. Регистрация малыша по месту жительства родителей. Зарегистрировать ребенка можно по месту жительства как матери, так и отца. Для того, чтобы сделать новому члену семьи регистрацию, обратитесь в паспортный стол по месту жительства или в отделение МФЦ. После оформления всех вышеперечисленных документов не забудьте написать заявление в садик. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. О том, какой пакет документов при этом потребуется, расскажем прямо сейчас. Для того, чтобы поставить ребенка в очередь в детский сад, необходимо либо прийти к нам в управление образования, заполнить у нас заявление и предоставить два документа. Это свидетельство о рождении ребенка и паспорт заявителя, то есть одного из родителей. Или же это можно сделать на сайте управления образования через портал госуслуг и через портал образовательных услуг. То есть любым способом подачи заявления возможно. Прийти лично или через сеть интернет. Когда родитель регистрирует заявление, он получает персональный код своего заявления. И потом, в последующем, когда ему необходимо получить информацию о состоянии очереди его ребенка, он заходит на сайт, вводит персональный номер этого заявления и видит эту информацию в текущем режиме. То есть на день запрашивания информации. В управлении образования нам пояснили, что родители малышей могут выбрать несколько дошкольных образовательных учреждений. Наше положение предполагает, что родители могут выбрать до пяти детских садиков, но все-таки нужно учитывать то, что они должны быть выстроены в порядке приоритета. То есть первый детский сад – это самый предпочтенный, и потом далее по порядку предпочтений. В настоящее время во всех детских садах Губкинского функционирует 57 групп. Четыре из них могут посещать детки в возрасте от двух до трех лет. Это детские сады «Радость», «Сказка», «Солнышко» и «Теремок». Знаю, что многие из вас с нетерпением ждут очередного распределения путевок в детский сад. О том, когда это произойдет и сразу ли после получения путевки можно будет пойти в детский сад, расскажем прямо сейчас. Накануне заседания комиссии по распределению мест дошкольными учреждениями и управлением образования проводится большая подготовительная работа, в рамках которой изучается потребность садов, комплектование и текущее состояние очереди. К комиссию по распределению путевок входит несколько человек. В состав комиссии входит начальник управления образования, потом заведующий всех детских садов, начальник отдела дошкольного общего дополнительного образования, я по школе Надежды Николаевны как секретарь комиссии и заместитель начальника по содержанию образования. В настоящий момент на очередь в детский сад поставлено 1149 губкинских малышей в возрасте от нуля до трех лет. Информацию об очередном заседании комиссии по распределению мест нам предоставили в управлении образования. Распределение детей в детские сады планируется в конце марта. Будет заседать городская комиссия по распределению детей. По решению комиссии в начале апреля уже будут подготовлены списки, которые мы будем для родителей в фойе управления образования выкладывать. И также будем лично предоставлять информацию, когда родители приходят к нам на прием. Дети, которым на момент вручения путевки в детский сад исполнится три года, могут посещать дошкольные образовательные учреждения сразу после прохождения медицинской комиссии и получения путевки. Остальные ждут в садах в новом учебном году. По результатам проведенных краш-тестов, ребенок, находящийся в момент аварии в детском автомобильном кресле, имеет в три раза больше шансов быть нетравмированным, чем тот же малыш, находящийся рядом с родителем или сидящий у него на руках. В следующем нашем материале мы расскажем вам о том, почему нельзя нарушать правила перевозки несовершеннолетних пассажиров и поделимся советами о том, как выбрать детское автомобильное кресло. Мама двухлетней Мирослава и Эльвира часто перевозят дочку в машине. Автокресло для малышки приобрели два года назад. У нас есть кресло-автокресло для ребенка. Я считаю, что это очень удобно. Для родителей, кто беспокоится о безопасности своих детей, он просто необходим. Одним из главных критериев для Эльвиры была цена. Помимо стоимости, родители обращают внимание и на ряд других факторов. Чтобы ребенку было удобно, комфортно, обязательно было полежащее положение, чтобы если ребенок уснул в машине, чтобы можно было поспать и голова не падала. Вот это самое комфортное. И смотрели, чтобы сильно много пластика не было, потому что при аварийности это все ломается и еще больше может нанести вреда. Все детские автомобильные кресла подразделяются на группы, в которых учитывается вес ребенка и его возраст. Кресло не должно приобретаться на вырост, ведь в этом случае не сможет выполнять свою основную функцию по защите маленького пассажира. Выбирая автомобильное кресло, обратите внимание на следующее. Кресло должно соответствовать европейскому стандарту безопасности, что подтверждают значки ESR4403. Кресло должно хорошо устанавливаться в ваш автомобиль. Кресле должно быть удобно, лучше, когда оно может регулироваться по наклону, положение бодрствования и положение сна. Вот это вот кресло, допустим, если взять, у него идет 4 положения спинки, и вот максимально оно идет как у автолюльки. То есть оно идет от 0 до 25 килограмм у нас. Самая ходовая моделька, то есть люди берут, им нравится то, что ребеночек чувствует себя комфортно. До 9 килограмм, конечно, ребенка перевозят спиной к движению, поэтому там любое кресло можно положить. С 9 килограмм уже, конечно, возникают проблемы, потому что не у всех регулируется автомобиль и кресло, чтобы можно было положить ребеночка. Новорожденных малышей разрешается перевозить в специальные автолюльки. Малышей от года до 4 в кресле. В таких устройствах дети, как правило, сидят лицом по ходу движения. До 9 килограмм ребенка нужно перевозить спиной к движению, чтобы ребенок лицом находился вот именно к спинке автомобильного кресла, потому что по стандартам это считается безопаснее, если вдруг сработает подушка безопасности. Обычно в транспортном средстве на козырьке, когда открывается, там есть инструкция, как именно нельзя устанавливать детское кресло. Если там в инструкции написано, что нельзя, есть в некоторых транспортных средствах указано, что наоборот нельзя, чтобы ребенок ехал спиной вперед, чтобы кресло было установлено, тогда мы устанавливаем, чтобы ребенок ехал лицом. Если только в инструкции, что нельзя лицом ехать ребенку, потому что подушки безопасности могут нанести ему травмы, тогда, конечно, мы не можем устанавливать. Одними из самых безопасных на сегодняшний день считаются автокресла системой крепления Isofix. Стоимость такого кресла от 8 тысяч рублей. Они, получается, заезжают как по рельсам, штатное крепление. Это уже только на новых автомобилях идет. То есть, например, десятка-двенашки автомобилей уже не подойдут. Им надо будет уже простые кресла покупать. Следовательно, и с функцией Isofix кресла уже идут на порядок дороже. Крепятся на штатный ремень. В двух местах они закрепляются. Держатся тоже, в принципе, очень прочно. Раньше с ними их тоже уже тестировали. Они также держат. То есть, они не намного хуже, чем с функцией Isofix. Для детей весом в 22-36 килограммов можно приобрести бустер. Как правило, их используют, когда ребенок уже достаточно высокий. Главное их преимущество – низкая цена. Разновидность автокресла. Оно идет без спинки для деток постарше. Оно идет с 15 до 36 килограмм. И предназначено для того, чтобы ребеночек, уже пристегиваясь ремнями безопасности штатными и автомобильными, сидел повыше к самому основанию ремня, чтобы не натирало шею. У кресла есть ушки боковые, которые защищают. Спорная ситуация возникает с удерживающим устройством FEST. В интернете много противоречивой информации о том, допускается ли их использование или нет. В ГИБДД пояснили, что использовать FEST сегодня можно. Однако перевозить ребенка в этом случае следует на заднем сиденье. На переднем пассажирском сиденье у нас могут ездить дети до 12 лет, но обязательно они должны быть пристегнуты при помощи детских удерживающих устройств, то есть автокресла либо автолюлька. Детки, которые у нас уже выросли, либо у водителя нет автокресла, то садим ребенка на заднее сидение и пристегиваем его при помощи треугольника, либо сидения-бустер, либо иного приспособления. Но на переднем сидении до 12 лет детки находятся только в автокресле, либо в автолюльке. Устройство FEST подойдет взрослым детям, которые в силу роста и веса не помещаются в детское кресло. Для маленьких же пассажиров FEST не самое лучшее удерживающее средство. К слову о самых маленьких. Чем раньше вы приучите ребенка к креслу, тем меньше проблем впоследствии испытаете. Приучать его нужно с маленького возраста. Поздно приучать в 3 года, в 2 года, когда ребенок привык, что он стоит у вас с транспортом средства, а потом вы пытаетесь его посадить. Конечно, слезы истерики. Потом вы начинаете, я не могу посадить, а мне ребенок не хочет сидеть, ребенок капризничает. Если ребенка с малого возраста приучить, то он будет сидеть. Есть даже у меня знакомые, которые детки с маленького возраста, они не хотят сидеть без кресла. Тем же, кто все еще не приобрел детского кресла или удерживающего устройства, хочется напомнить про штрафы. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров сотрудники ГИБДД вправе выписать вам штраф в 3000 рублей. Впрочем, дело даже не в штрафах, а в безопасности. В безопасности вашего же ребенка. Все когда-то случается в первый раз. Вот и вашему крохе пришла пора отпраздновать свой первый день рождения. Хочется, чтобы этот день стал особенным таким, чтобы запомнился в вашей памяти и на фотографиях в самых ярких и радостных красках. Нашей съемочной группе удалось побывать в гостях у семьи Митюковых, младшая дочка Ксюшенька, в которой недавно отпраздновала свой первый день рождения. Глядя на улыбающуюся и стильную Викторию Митюкову, никогда не поверишь, что она мама троих детей. Старшему Данилу – 14, Родиону – 4. Ксюше недавно исполнился год. К каждому из дней рождения своих детей мама Вика готовится задолго до торжества. Придумывает дизайн, стилистику, формат, украшает дом и выбирает подарки. Для среднего Родиона – Мишка и Маша с балалайкой в руках. Для принцессы Ксюши – розовые ленты, шары и снимки первых дней жизни. Смешная и обворожительная Ксюша больше всего на свете любит маму, братьев и мультики про кукутиков. Праздник, который для нее приготовила Виктория, возможно, и не вспомнит. Зато спустя многие годы увидит все на фотографии. Снимки, к слову, на дне рождения именинницы были развешаны повсюду. В гостиной над диваном, в барной стойке, на кухне. Здесь она впервые отправилась на фотосессию, а здесь ее крестили. В центре комнаты – панно с вырезанными мамой цифрами. Рост, вес, время появления на свет. Чуть поудаль – единичка ростом с Ксюшу. На окнах цветы из шаров нежно-розового цвета, здесь же – фигурки из воздушных шаров. Оформляла мамы сладкий стол, обертки шоколадок, этикетки для воды и шампанского, капы. На всем незаменимый атрибут торжества – маленькая корона и фотография Ксюши. Следует сказать, что большинство украшений были сделаны заботливыми руками мамы. Часть реквизита изготавливалась на заказ. Скачать шаблоны, отметим, можно в многочисленных группах, посвященных организации детских праздников. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. В конце хотелось бы сказать следующее. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Будьте для них примером. И помните, что наши дети – это отражение нас самих. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова